Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, которыми вводятся штрафы в размере до 1 миллиона рублей за нарушение в сфере рекламы финансовых услуг. Согласно этим поправкам, за нарушение может быть наложен административный штраф на граждан от 5 до 10 тысяч рублей, на должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 300 тысяч до 1 миллион рублей. Законодатели отмечают, что остались нерешенными вопросы нарушений, допускаемые при размещении рекламы финансовых услуг и проведении маркетинговых акций. Жаль, что нет закона о нарушении предвыборных обещаний. В декабре 2014 года погашение розничных кредитов резко выросло. Но в конце года клиенты традиционно гасят больше обычного, тратя, например, на выплату кредитов свои годовые бонусы. В прошлом году добавился еще и эффект девальвации. Часть заемщиков предпочла потратить подешевевшие рубли на погашение кредитов. В январе ситуация поменялась в обратную сторону. Должники занесли гораздо меньше средств на досрочное погашение. По данным банков, досрочные погашения в среднем сократились на 15-25%. Это вот, кстати, совсем не удивительно. Правительство России согласилось снизить НДС с 18 до 10% для авиакомпаний на услуги внутренней перевозки. Действительно, закон будет до 1 января 2017 года. По мнению Дмитрия Медведева, принятый законопроект улучшит финансовое положение авиаперевозчиков, сделав внутренние маршруты более доступными для туристов. Российский фондовый рынок открылся слабым ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1620 пунктов. Среди лидеров роста Яндекс, ЛСР, Башнефть, МВД и Интеррау. Аутсайдеры – Мичел, Ростелеком, Полюс Золото и аптечная сеть 36,6. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день умеренным снижением. На азиатских площадках преобладает позитивная динамика. Нефтяные котировки демонстрируют околонулевую динамику. Значимые стимулы для масштабного движения на рынке России пока отсутствуют. Курс доллара на 25 марта – 58,77 рубля. Курс евро – 64,34 рубля. Золото стоит 2254 рубля за грамм. Серебро стоит 31 рубля 61 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent – 54,92 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова